Мирная и безопасная настоящая региона досталась огромной ценой. В разные годы терроризма в Ингушетии погибли более 400 сотрудников правоохранительных органов. Чьи-то сыновья, чьи-то братья и отцы. Сломанные судьбы, мечты и будущее. К сожалению, в такое спокойное для нашей республики время в 2023 году произошла попытка дестабилизации обстановки. Нападение на сотрудников правоохранительных органов при исполнении своего воинского долга. В сети интернет в разных пабликах распространяются видеообращения матерей. Разыскиваемых правоохранителями жителей республики с призывом вернуться домой. Сложно представить, что сейчас чувствует мать, которая родила, воспитала и посвятила свою жизнь ребенку. Они заставляют плакать своих родителей в первую очередь. Заставляют плакать всех своих родственников. И да, масса-масса неудобств составляет уже за пределами региона для наших молодых людей, которые учатся, которые там работают. На самом деле, какой может быть человек в 20 лет умение глубоко анализировать ситуацию? Да нет, наверняка нет. Раз они не смогли понять, что это нельзя делать, что это действительно приносит вред нашей республике, которая только-только на самом деле по большому счету стала, что она на своей рельсе и движется поступательно вперед. С Von V Ч д рельсе поej��, как говорится, что это трудно показать?! В Аллахахбитании. ulturщику благодарить их хозяйственникам, кроме kepивалится поворот, когда мы можем обважать. а заственinanderсти к их Mikey из наших Markings, и, на самом деле, ругали меня на них некий, а для нас бесконечноеvertение습니다. У нас много интересных людей, чтобы определяли на интернет. Намdahстарстарцев при этом писали 온 парняр для 나왔ских жителей, и для обалнения счетов работа кам curve. Моилось время,asseя готова! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов неоднократно комментирует сложившуюся ситуацию по дестабилизации спокойной обстановки в республике отмечает. Сегодня в Ингушетии созданы все условия для жизни и развития ее жителей. Возводятся и открываются новые объекты, создаются рабочие места. Молодежи есть чем заняться. Было бы желание. Я обращаюсь ко всем жителям республики. Я хотел бы, чтобы вы понимали, мы не должны быть терпимы к этому. Я думаю, что одумаются люди. Я хотел бы, чтобы все понимали и обращаясь к главному району городов и сельских поселений. Хотел бы, чтобы предприняли незамедлительно действия, которые привели бы исчерпывающим результатом по искоренению вот этих вот негативных вещей нашей республики. Независимо от кто-либо. Шинвали, сывали, моловали. Я хочу сказать, обращаясь ко всем, у нас более ста мечетей. У нас нет ни одного органа учреждения, где бы не было молебной комнаты. Мы же выросли. Мы же помним, когда нельзя было даже говорить. Не то, что что-то делать. Я думаю, что всем это понятно. Мы сегодня стараемся поднять производство, сельское хозяйство, предприятия, организации. И у нас это получается, мы делаем это. Рабочие места создали. Ислам порицает такое преступление, как лишение человека жизни. Во всех школах, домах культуры и учреждениях среднего и высшего образования выезжают сотрудники правоохранительных органов. Собравшимся рассказывают о терроризме, о наказании со стороны закона и о том, что наша религия не имеет ничего общего с террором и экстремизмом. Продолжение следует. Терроризм лишает будущего и тех, кто идет убивать, и тех, кто страдает от рук преступников. Время остановиться всегда есть. Подумать, проанализировать и вернуться в мирную жизнь. В Ингушетии продолжаются все оперативные мероприятия по поиску причастных к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Рина Сычоева, Новости 24.